Всем привет! Я Владимир Лицов. Поговорим о постановке левой руки. Как и во всем нашем деле, нужна свободность и непринужденность. Левая рука свободно и непринужденно лежит на грифе. Наше плечо не касается, не прижимается к туловищу. Запястье имеет с кистью одну линию. Должно происходить вот такого, такого, еще не может быть какого. Пальчики имеют такую полукруглую форму. Поставим их на наши лады. Между пальчиками есть расстояние, растяжка так называемая. Большой палец в это время расположен примерно напротив указательного, или же посередине руки. Струну мы прижимаем более твердой частью кончика пальца, ближе к ногтю. Пальчик ставим на лад, либо посередине, либо ближе к железному порожку. Это обеспечит хороший звук, без дребезжения. Если мы поставим здесь, видите, что происходит. Не дожатый звук. Каждому пальцу свой лад. Если у нас идет чередование, то не отрываем пальцы сильно. Наши пальчики уже как бы дежурят над той нотой, которую собираются взять. Если посмотреть отсюда, можно увидеть прям минимальный зазор. Наш большой палец располагается посередине грифа. Где бы мы ни играли, на первой ли струне, на шестой ли палец плюс-минус находится в одном и том же положении. А при смене позиции, если нам нужно попасть, например, из пятой в седьмую, мы переставляем всю руку вместе с большим пальцем. Момент прижатия струны происходит синхронно вместе с ударом медиатора в правой руке. Так вы добьетесь слитного звука.